Коллектив слаженный, профессиональный. Напарник попался замечательный, помогает выявлять нарушителей порядка и к своей работе относится ответственно. Такую характеристику дает студент юридического института в СИН, казак Александр Воробьев, верному орловскому скокуну папирусу. Очень добрый, отзывчивый, слушается меня очень. Мы с ним уже не первый раз выезжаем, и поэтому мы друг другу доверяем. Вот видите, он даже соглашается с этим. Уже знает, какая его задача и какие его цели. Казачий патруль не первый раз выходит на улицы, во дворы и скверы в поселке Управленческий. С инициативой организовать конное патрулирование выступил Общественный совет микрорайона по просьбе жителей. Я не знаю, спокойствие нашли, что спокойно идем с работы. Бывает, идешь драки или что-то, если есть кто патрулирует, можно об этом сообщить, сказать. Был тут недавно случай, казаки приехали и разобрались. Молодые казаки работают парами, а точнее четверками, если считать и коней. Обязанность патрульных следить за порядком. Если заметят нарушение закона и спокойствие граждан, пресекают и вызывают отряд полиции. Для этого имеются телефоны и рации. Юные патрульные прошли специальную подготовку под присмотром опытных наставников. Мы сами готовили этих ребят, молодых, у которых нет еще навыков. Естественно, обращались к нашему Красноглинскому отделу. Форма у нас проведена указом президента, поэтому мы имеем полное право ее ношения. Форма дисциплинирует. Сразу, куда бы ни подъехали, где такие вот инциденты бывают, это форма. Сразу человек преображается, совершенно другая реакция. Такие стражи порядка – мера действенная. Как отмечают казаки и жители, нарушений на улицах поселка стало в разы меньше. Казаки одним своим видом уже заставляют нетрезвых людей вставать на путь исправления. Для верности еще и разъяснительные беседы проводят. Да и у преступников убежать от столь быстрых стражей не получится. Рейды будут организовывать по вечерам, сначала летом, а если потребуется – и зимой. Маршруты составляют на основе жалоб жителей поселка. Марина Кравцова, Павел Просняков, События.